Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нигма, продолжаем проходить головоломки Доктора Бума, и у нас на протяжении этого матча второй босс. О, уже хлюпистый хлюп, я думал он будет боссом этой локации, так как он чаще всего появлялся. Видимо нет, интересно, кто тогда будет главным боссом, ну то есть четвертым. Увидим, увидим в общем-то. Утер у нас противник. Как скажете. Уберите всех существ, находящихся в игре, окей, давай попробуем. О, боже, уже какая-то дичь нездоровая. Так, кто у нас может атаковать? Атаковать у нас может Огр и Дракон. Окей, я вас понял. Какие у нас... Ой, блин, да что такое-то? С наибольшей атакой. Под контролем каждого игрока. Хм, интересно. А если я сделаю вот так? Равенство. Атака выбранного существа становится равна одному. Да что ж такое-то. То есть если сейчас сделаю вот так вот, то ничего не получится, да? А, Огра убивает. Отлично, Огра убивает. Тогда я все понял. Да, да, да. Надо удариться сюда. Надо удариться сюда. Теперь делаем ему одну атаку. Смертокрылу делаем одну атаку и всех убиваем. Все же умрут, да? Он же восемь наносит или шесть, я чуть не помню. Да, восемь наносит, все. Пройдено. Это было просто. Давай, давай следующую, следующую загадку. Это была слишком простая. Хотя я не хочу слишком сложную, и не надо, я передумал. Кхм-кхм-кхм-кхм. Господи. Окей. Как скажешь, чувак, как скажешь. Так. Да вроде, вроде как-то легко выглядит, нет? Хм. А нет, смотрите-ка, не так легко. Ну, как не так легко, можно сделать просто вот так. Теперь делаем так. Ой, я не то сделал. А нет, все правильно, все правильно. Я бы по-другому у меня не получилось сделать. Хотя можно сделать вот так вот. И добиваем своего дворца. Вроде тоже было достаточно просто. Следующий друид у нас. Синджин, Йети, Паук. Загрязнение. Выбранное существо получает яд. Прикольная тема. Как скажешь, чувак, как скажешь. Размах у нас есть также. Окей. Так, ну, выбранное существо получает яд. Это надо 100% какому-то вражескому существу яд дать. Так, а размах своим не наносит, да? Только противнику. Окей. То есть, если я сделаю вот так. Как тогда мне убить паука? Тот еще вопрос. То есть, если Инджин наделал яд, Огар об него убивается. Окей, да. Паук остается в живых. Угу. Надо что-то по-другому как-то сделать здесь. Может тогда сделать как-то вот так? Да вроде бы нет. Как я тогда Йети убью? А, ну, Йети я знаю, как я убью. А, у меня маны не хватит. Точно. То есть, я могу убить двух существ, по сути, Апсинджина, да? Вот таким образом. Ой, блин, не то сделал. То есть, смотрите, если мы даем ему яд. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Даю Синджину яд. Могу убить... Двух существ. К примеру, я убиваю... Вот это существо и Огра, да? Также Йети я ударяю сюда. Сюда использую размах и добиваю Йети огнем. Изи. Ну, давайте следующего, следующего. Следующий квест. А следующая головоломка у нас на великанов и кобру. На великанов и кобру. Что-то наркоманское. Ну, давайте попробуем. Последствия моего прошлого эксперимента. Убери их. Окей, сейчас уберу. Так, и как же тут это решить? Меняет местами атакуя с дороги всех существ. Кобра. Ну, кобру 100% надо тырить. Что у него там за карта? Просто посмотреть хочу. Пламя тему нормально пойдет. Так-с. Меняет местами атакуя с дороги. А, понял, 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 как это работает. Или нет? Что-то я сделал где-то не так. Пламя тьмы, оно носит урона. Равное атаке. Окей. По-моему, я сделал что-то не так. Здесь надо как-то переиграть. Как-то переиграть. И надо, видимо, не кобру украсть, а великана. То есть великана можно вроде как-то украсть. Кобра не за один день растет. То есть если сделать вот так. Потом поменять атаку здоровья. То мы сможем теоретически украсить великана. И разбить его вот так. Но мы тогда остаемся без карт, по сути, да? Нет, это не наш вариант. Переигрываем. Со временем наши старания дадут всходы. Ну окей, как скажешь, чувак. Давайте тогда попробуем сначала украсть. Теперь попробуем убить нашего великана. А-а-а-а, не. Немножко не так сыграл. Хотя... Да, вроде не так немного я сыграл. То есть если я сейчас использую вот это, потом сделаю вот так. И потом снова поменяю. Я смогу убить, да? Друг другом. А, ну тогда все норм. Тогда все норм. Все правильно. Но по-моему тут был еще один какой-то вариант решения. Типа не убивая кобру. То есть кобру можно было украсть и убить одного из великанов коброй. Ужасный ураган. Головоломка пятой семи. Всего две карты, поэтому не особо много вариаций. Уничтожать всех существ с атакой два или меньше. Окей. Давай посмотрим. Нам нужно сделать абсолютно всем существам атаку два или меньше, либо убить их. Угу. Как же это сделать? Четыре. Ну допустим, вот это вот делаем так. Вот это делаем так. А сюда бьем вот так и вот так. Теперь меняем всем существам атаку из дороги и всех убиваем, да? Это так же работает? А, ну да, изи. Вообще легкий квест был, честно говоря. Не знаю, почему он был таким поздним. Я бы его поставил на второе или первое место. Потому что всего две карты, но не догадаться достаточно сложно. Что это за существо? Крысолов. Это не овощи. Просто избавься. Уничтожает ваше существо и получает его атаку и здоровье. Зачем? А, у него натиск, понятно. Так же есть. Уничтожает выбранного Мурлока. Уничтожает выбранного пирата. Окей. Давайте попробуем. Так. Теперь надо поглотить их всех. Так вот. Ага, не-не-не-не, не помогает. То есть, да, я могу сделать вот так вот, но дракон останется жив. Потому что здоровья у него будет очень много у этого чувака. Блин, а как тогда это решить-то? Окей, сейчас попробуем еще раз. Видимо, тут какого-то одного из этих... Как его? Из скрабов использовать не надо. А может быть и обоих. Так, у этого два здоровья. Еще я могу два использовать. То есть, если сделаю вот... Так вот. Теперь я могу сделать... Вот так. Опять что-то сделал не так. То есть, у меня тогда маны не хватает одной, к сожалению. Ох. Чтобы убить его. Так, заново. Окей. Ну, такое себе. Я пока и сам себе не вижу этих ростков. Так. Теперь вот так. Так. Если я сейчас сделаю вот этого чувака... Уничтожает ваше существо. А вот сейчас я могу это пройти, да? Уничтожает ваше существо. Но уничтожает урона так и равная. Вроде все, да? Изи! Изи! Так я и думал, что здесь не надо использовать одного из скрабов. Потому что Близзард любит делать всякие подставы. Ого! 20-20. Как я это буду убивать. Что это вообще такое? После того, как вы разыгрываете заглянули, значит, один единица урона случайному существу противника. Окей, я тебя понял. Вы возвращаете ваше существо. Зачем это делать? У меня одна мана, кстати, всего, заметьте. Окей, как скажешь. Мне еще своих же надо убить, блин! Серьезно? Давайте тогда вот так сделаем. Так, ну одно существо я смогу вернуть в руку, другое смогу убить. А, нет, не смогу. Не смогу, наверное, заново, заново. Я тут протупил, видимо. Мне нужно было удешевлять именно существо... Ой, заклинание за две маны. Как ты скажешь? Как ты скажешь, чувак? Вот так. Так, потом удешевляем существо, кладем эти ростки себе в руку. Давай, давай. Теперь стреляем... Давайте сразу монетку используем. Выстрелим в один. Выстрелим во второй. Теперь вернем один. Отлично, убили его. И добиваем свои... Что это вообще такое? Катушку свою добиваем еще такую. А эта игра вообще... Эта карточка вообще есть в этом? Там... А, это последний квест был? Да кизи вообще. Головоломка была очень простая. Ну что ж, мы прошли с вами вторую... Второго босса, с чем я вас поздравляю. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. С вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.